Добрый день, коллеги! Благодарю за насыщенный день. Сегодня было очень много полезной информации. Благодарю Татьяну Юрьевну за то, что уже не в первый раз приглашается нас на это мероприятие, на этот очень значимый и для нашей организации тоже значимый форум. Нам бы хотелось сегодня... Сегодня было очень много информации от людей с определенным бэкграундом, который у них был, у этих людей, до создания благотворительных организаций. Так получилось, что сегодняшнее мое выступление тоже об этом. В сферу благотворительности, а именно на момент создания Маномы вместе в Весберге четыре с половиной года назад, в силу того, что я приболела раком молочной железы, мы с Ольгой Игоревной Юскевич, она была бывшей моей коллегой, мы пришли тоже с определенным бэкграундом, бэкграундом управленческого консультирования. И сегодня хотелось бы просто поделиться нашей стратегией и наблюдениями за эти четыре с половиной года, как и что мы строили, как строили другие благотворительные организации, потому что система управления некоммерческими, а волонтерско-пациентскими организациями и прочими сообществами, это некая такая стезя, может быть, немного научно неизученная. Потому что коммерческие организации, они, да, они систему управления строят осознанно. Многие социологи предлагают на эту тему очень интересные варианты, так скажем. Но что же делать с некоммерческими организациями? Когда люди приходят в сферу благотворительности, в общем-то, только с неким хорошим позывом и чаще всего не задумываются о том, как же это все-таки построить грамотно. Ну и что из этого получается? Ну, я надеюсь, что это понравится, потому что это, ну, такое как бы наблюдение, то есть выступление наблюдения. Так. Почему система управления-то важна? Как правило, любая некоммерческая организация либо сообщество волонтеров, пациентов, группа, клуб, в процессе своего формирования не думает о системе управления, которую она хочет развивать, и на основании принципов которой она будет существовать. Путь выбирается интуитивно, чаще всего олицетворяя личные ценности учредителей организации. И как результат сообщество приходит к тому, что их организаторы осознают последствия принимаемых интуитивно решений, как уже сложившуюся систему управления. Мы предлагаем изначально строить систему управления осознанно, а также отслеживать проявление той или иной стратегии управления в процессе деятельности организации. Какие системы управления некоммерческими, волонтерско-пациентскими организациями, а также сообществами, официально незарегистрированными, мы наблюдаем. Есть три типичных системы. Это патерналистическое, анархическое и бизнес-ориентированное. Что предлагаем мы? Мы предлагаем саморазвивающуюся систему как систему управления, которая влечет за собой волонтерское движение, фактически саморазвивающееся волонтерское движение. То есть мы над этим осознанно работаем уже в течение четырех с половиной лет, и это дает определенные плоды. Итак, патерналистическая система управления. Здесь я подобрала такой симпатичный образ, двузначный, да, то есть Мелани Стрип в роли руководителя организации. Нельзя сказать, что она плохой человек или плохой лидер, но, тем не менее, есть определенные нюансы. Патерналистическая система. Как правило, такая организация создается сильной личностью, чаще всего женщиной, которая прошла лечение онкозаболевания и теперь готова поддержать других, столкнувшихся с той же проблемой. Тут есть два типа. Либо это семья, организация семья, и во главе мамочка такая, которая пестует своих детишек, говорит, давайте, детки, сейчас мы делаем раз, делаем два. Если вы не делаете, как я хочу, мы как бы вас удалим из чата или что-то там, ну, как бы вы не с нами. Есть еще организация, организация с жестким администратором во главе. Тоже как бы тот же по типу патерналистической системы управления. То есть это, как правило, формальное администрирование. Тут есть свои плюсы и минусы у такого типа управления. Плюсы – это, безусловно, высокий авторитет лидера, высокая эмоциональная включенность в проблемы подопечных, оказание адресной помощи, быстрой передачи необходимой информации, использование связи или выстраивание целевых отношений с властью. Но есть, соответственно, и риски. Риски – это отсутствие гибкости системы. Ну, то есть я создала, мои правила, эмоциональное выгорание мамы по отношению к названным деткам, либо создание потребительской системы ценностей внутри организации. Ну, когда есть благополучатели, соответственно, есть и благодаватель, и руководитель организации становится этим благодавателем, это есть некое искажение ценностей, ценности, прежде всего, тех, которые мы несем, то есть ценности реабилитации человека. То есть человек после прохождения онкозаболевания, он прежде всего, должен сохранить субъектную позицию, не стать спросителем. Вот. Обесценивание собственных усилий, недоверие к возможностям других членов организации, постоянный, либо постоянный цейтнот директора-администратора, ценности декларируемые, но неразделяемые. То есть я сказала, мы делаем так. Не факт, что разделяются эти ценности. Невысокий уровень доверия и интереса подопечных. И кризис роста как результат. Быстрое прекращение существования организации. Я выдохлась, устала всех развлекать, мной пользуются. Либо развал организации после ухода руководителя организации. Ну, иногда бывает уход, к сожалению, ну, как бы гибель пациента, который создал эту пациентскую организацию. То есть нет человека, нет организации. Итак, следующая система, прекрасная, тоже нами часто наблюдаемая, анархическая система управления. Это, как это происходит? Собирается группа подружек по интересам, организовали чат, встречи, чаепития. И, ну, такая как бы неформальная атмосфера общения внутри этих чатов. То есть, ну, атмосфера вседозволенности, по сути дела. То есть это обратная сторона, система, ну, как бы противоположная предыдущей. Плюсы. Высокий уровень доверия между членами организации, колоссальный эмоциональный подвигиум на первичном этапе. То есть это мы можем до мэра дойти, все вместе такие очень заряженные подружки там. Это прекрасно. Но есть зона риска. Нет общих целей и ценностей, нет лидера, либо он периодически низвергается. Так, а кто сказал, что ты здесь главная? Все, давай, как бы, ты здесь не главная. Хаотичная борьба за влияние, нет системы, нет системности в деятельности. Также существует кризис роста. В какой-то момент организация становится неуправляемой. Ценность организации, ее членами отвергается. Вот. Ну, прекрасный тоже пример, тоже такой симпатичный молодой человек лежит на денежках, да, бизнес-ориентированной системы управления. Ну, может быть, конечно, ему дали большой-большой международный грант, а может быть, не совсем так. Вот. Характерные особенности. Основная цель создания таких организаций – это привлечение денежных средств. Для кого и под какие проекты привлекаются средства, это уже вторично. Плюсы, как правило, у таких организаций – это отработанные механизмы работы со спонсорами, механизмы написания грантов, навыки самопрезентации. Есть и риски. Риски, они человеческого фактора. Это незначимость целевой аудитории. Были бы средства, кому помочь найдем. И даже есть проявления таких организаций. Мы их назвали «черная благотворительность». То есть есть благополучатели формально. Что-то, какой-то грант выигрывается, что-то приобретается и несется на помойку. Потому что основная цель – это не помочь людям, а заработать на том, что ты помогаешь людям. И, к сожалению, это в российской действительности присутствует. Есть у этих организаций тоже кризис роста, к счастью. Это отсутствие доверия аудитории. Ну и основное – это дискредитация ценности благотворительности в принципе. То есть вообще есть принцип трех В, всем все видно. И когда люди именно по этой системе отрабатывают благотворительность, это очень заметно. И что же делать? Любая система по этой теме приходит к кризисной точке. Так как невозможно замкнуть организацию на одном человеке. Патерналистическая модель как наиболее неустойчивая, так как нет человека, нет организации. Невозможно структурировать работу вне системы. Бежим куда хотим, не знаем куда. Все главное – обесценивание результата, отсутствие общих целей и ценностей. Невозможно не учитывать личностные факторы доверия аудитории. Работа со спонсорами как основная цель создания некоммерческой организации всегда видна. Ну, мы предлагаем саморазвивающуюся организацию. Это саморазвивающаяся система управления. Цель построения саморазвивающейся организации – это создание устойчивой, непривязанной к личности, генерирующей новые возможности для членов организации изнутри силами участников этой организации, побуждающей к саморазвитию, развитию организации внутри и вовне. Ну, может, сложно написала, но принцип понятен, что изнутри идет посыл к развитию организации от ее членов. Ну, как бы члены, некрасивое может быть слово там, члены благополучательными мы не можем их назвать. У нас ценность личности как бы ключевая. Поэтому в нашем случае, так как мы называемся «безбергя», то есть мы вместе, мы наших членов организации называем «безбергяшки». Это такое нарицательное имя. Как правило, понятия рождаются тогда, когда есть пустое место, и мы вот это пустое место занимаем. Характерные особенности – гибкость, устойчивость, постоянная генерация новых возможностей, способность создавать и развивать необходимые компетенции изнутри. Плюсы – среда, возможности для каждого. Этические комфортные атмосферы, разделяемые принципы и ценности, субъектная позиция членов организации. Это я уже не буду пояснять, я много раз про это говорила на предыдущих выступлениях. Постоянное развитие новых направлений в деятельности, реабилитации и быстрый рост организации. Риски и необходимость постоянно реагировать на изменения. Кризис роста, ну, тут я отметила тематически, то есть исчезли онкозаболевания, например, не нужны организации благотворительные, которые занимаются онкоприбалившими. Это все не с потолка взято. Это есть такой известный американский социолог Питер Сенге. Он изобрел теорию самообучающейся организации достаточно давно, и на основании этой теории работают очень многие организации. Так как у меня все-таки есть лимит по времени, если вам интересно, вы можете сами обратиться к его трудам. Есть некие умения этих организаций. Я не буду их зачитывать. В общем, из этой теории Сенге, которая применима к бизнес-организациям, мы сделали свою теорию, которая применима к построению системы управления некоммерческой организацией. Итак, принципы БЭСБРГ как саморазвивающейся организации. Ценность личности, то есть субъектная позиция. Ценность деятельности. Цены проекта, рождаемые изнутри. Общее видение. То есть общее видение, оно как раз рождается из предыдущих двух пунктов. То, что принципы организации разделяемы членами. И мало того, каждый активный член организации, он является носителем этих ценностей. Групповое обучение плюс режим диалога. То есть системное мышление как пятая дисциплина, объединяющая все предыдущие четыре. Как я уже говорила ранее, что у нас система реабилитации, она состоит из трех пунктов. Это реабилитация волонтерством, волонтерской деятельностью, реабилитация творческой деятельностью и реабилитация доступной физической активностью. Как результат вообще, что мы наблюдаем? Что действительно в Бесберге очень многие направления реабилитации рождаются самими пациентами. То есть теми людьми, которые перенесли онкозаболевание, они придумывают новые разные, например, творческие мастерские. Мои любимые, я просто прям, ну, это моя горячая тема, я ее очень так, ну, люблю и песту. Например, вот у нас родилась группа Кукла Швеек, они решили сами, что она будет. Они нашли преподавателей среди своей среды, то есть они делают это. И это все прекрасно, потому что это обогащает. Обогащает духовно, обогащает внутренне, рождает ту самую субъектную позицию. Человек чувствует результат своего творческого труда, человек чувствует то, что он нужен в сообществе. Не то, что ему навялили, там, ты ходи, вот у нас расписание, там, три таких вот бассейна, тогда это, тогда ты еще. То есть ты можешь сам сделать что-то, то, что тебе интересно, и ты можешь развиваться туда, куда тебе интересно. И если что-то случится с руководителем организации, да, ну, все мы люди, да, эта организация будет устойчива, потому что есть много других людей, которые генерируют развитие этой организации изнутри. Как результат, позиции Вин-Вин выиграл-выиграл в отношениях между членами сообщества и во внешних отношениях. Вот, то есть мы открыты к сотрудничеству, мы видим совместные проекты с другими организациями благотворительными. И мы никогда не в конкуренции, потому что у нас есть что делать, и есть люди, которые это делают. И их становится все больше. И, в общем, на этом я бы хотела завершить мое выступление. Спасибо за внимание.